Привет, с вами Ньерл, и это каст-матча между игроками Гарри Санрас, также известный как Гарри Д'Рас. Матчи, которого я уже несколько раз кастил на своем канале, вы их можете поискать в неисчислимых горах предыдущих кастов. Играет он против Дарта Моргота, который скомбинировал в своем нике персонажей Звездных Войн и Властелина Колец. И Ликтор Альфа источает слизь. Да, похоже, что изменение этой анимации было сделано для всех Ликторов, а не только для DLC-шных. И Гарри Рас это один из немногих, к-настоящему, хороших игроков за Имперскую Гвардию, который играет за Лорда Генерала. Я, в общем, могу назвать только двух, Той Лейли и Гарри Рас. При этом на протяжении лета Гарри играл очень мало. То есть до этого он держал титул специалиста по стратегии на GameReplace.org, которая дается, в общем-то, хорошим игрокам. Такой титул держит, скажем, Локлиер. Локлиер, я не думаю, что я его кастил на своем канале, он делает в основном командные игры. Тиксениус, например, держит такой титул. И Гарри Рас пошел в два Сентинела. Посмотрим, сможет ли он их всех вовремя чинить. В общем-то, это единственная проблема, которая стоит перед игроками, которые используют такую тактику с массой Сентинеллами. Потому что, в общем-то, никаких других проблем у Сентинеллов нет. Только починка. С самого начала Гарри начал харасить своим лордом-генералом. Он потерял всего одного члена свиты. Зато он смог завержать продвижение Дарт Моргота. Хотя бы ненадолго. И игрок Заликтора понимает, что ему нужно очень много огневой мощи для того, чтобы противостоять двойным Сентинеллам. Которые будут очень быстро чиниться, очень быстро топать и очень больно жечь. Жечь не очень больно, но главным образом топать. Достаточно больно для того, чтобы убивать Тиранит. Два отряда гвардейцев, два Сентинелла. Это очень злой билд. Если бы Гарри играл за Инквизитора, эта игра была бы уже почти выиграна. Просто потому, насколько сильный это билд за Инквизитора. Насколько Инквизиторша хороший герой. То, что она может спокойно противостоять. Даже отрядом подавления своей дефолтной способностью. То, что ее арбалет позволяет ей противостоять всему остальному на первом Тире. Она очень сильный герой. С двумя Сентинеллами становится еще сильнее. Хромогаунтом заказываются. Как там, адреналиновые железы, надпочечники. И Сентинелл продолжает их преследовать. Я не знаю, зачем Дарт Моргот не убегает ими. Он просто бесполезно теряет членов отряда. За которых ему в конце концов придется платить деньги. И похоже, что Дарт Моргот избрал путь Блоба. И не Сумовского Блоба, не Равенеровского. Он пошел менее техничным путем. Просто очень много термогаунтов. Если он собирается давать им всем мешки с токсинами, то он потратит на это очень много денег. Но в принципе, мне выбор более-менее понятен. Кстати, если бы он играл против Инквизитора, он бы так сделать не смог. Инквизиторша бы их легко убила. Или Святой Жаровней, или даже тем же Арбалетом, способность которого наносит урон. И зажимает термогаунтов на месте. И мешает им разворачиваться. Так что если их цель находится хотя бы в одном градусе от той, в который им нужно стрелять, то они бы не смогли по ней стрелять. Я очень косо это сказал. В общем, если... Способность Арбалета, Калечащий Залп, кажется, называется. Она не просто останавливает юнита на месте, она не дает им вращаться. Так что если им нужно повернуться хотя бы на один градус, для того, чтобы атаковать кого-то, они не смогут его атаковать, потому что они не смогут поворачиваться. И это делает... Калечащий Залп еще сильнее. Один топ и четыре отряда термогаунтов отправляются на базу. Второй топ уже был довольно бессмысленен. Они понесли еще немного урона. И Гарри раз делает еще и отряд тяжелого вооружения. Посмотрим, что Дарт Моргут сможет вообще сделать сейчас. У него нет генераторов, благодаря Сентинеллам. Он не может им противостоять, потому что... Потому что это Сентинеллы. Им очень сложно противостоять. И он делает пятый отряд термогаунтов. Это довольно забавно. Посмотрим, сможет ли он вообще что-то сделать. В данной игре. Даже четырьмя... Четыре отряда термогаунтов. И три из них с апгрейдами. Этого недостаточно для того, чтобы убить Сентинелла. Посмотрим. Рано или поздно он должен достичь критической массы, после которой Сентинелл, ну, уже просто умрет от попадания в радиус атаки этих термогаунтов. Большая опасность для Ликтора сейчас. Для верха за Ликтора. Сейчас это подавляло. И Гарри просто пускает гвардейцев впереди Сентинелла. Они впитывают урон. Удивительно много. То есть они не понесли так уж много урона. Так что Сентинелл смог подойти и топнуть. Второй Сентинелл подходит. И тоже топает. И... Да, конечно же, термогаунты не могут стрелять, когда они... находят, когда они застанены. Поэтому Сентинелл уходит. А термогаунты отступают. Я не думаю, что ему стало отступать всеми отрядами. Там еще мог немножко пострелять. Но все это позволило Дарту Морготу перекапать карту своим Ликтором Альфа и хромогаунтами. Ммм... Четыре отряда термогаунтов могут оказаться неплохой тактикой. Что вполне удивительно. И... Ему главное не нести большие потери ими. Отряд тяжелого вооружения находится в очень плохой позиции. И поэтому они оттеснены. Посмотрим, как глубоко смогут пройти эти термогаунты до того, как Гарри сможет вернуть своих. Подавлял на поле боя и подавить армию термогаунтов. Как минимум, один генератор будет здесь разрушен до того, как Гарри вернется. Да, подавлял уже подходит. Я думаю, один генератор это все, что удастся сделать термогаунтам. Если они срочно не выйдут из радиуса огня. Они успели. И, возможно, этот Сентинел погибнет. Но нет, он топает. Даже термогаунты, которые не были в радиусе огня, они все равно застанены. И это небольшой успех для Дарта Моргота. Он убил одного Сентинела, а Гарри переходит на второй тир. Все, что ему понадобилось, это пять отрядов термогаунтов для того, чтобы убить одного Сентинела. Запоминайте игроки за Тиранид. Это про-каунтеры. И сейчас Дарт Моргот делает Равенера. Все, что понадобится Гарри для того, чтобы выиграть, это Химера. Довольно забавный матч. Дарт Моргот... То, что он сделал, может показаться глупым, но... Я не знаю, что бы он... Какие у него были альтернативы против двух Сентинелов? То есть, они слишком хороши для того, чтобы их победить обычными методами. И особенно в руках хорошего игрока. Даже с таким лобом. Они почти непобедимы. Но Равенеры подкапываются. Гарри должен понимать, что его соперник сейчас невероятно отстает от него. И, возможно, что они погибнут. Еще одна небольшая победа для Дарта Моргота. Но Гарри уже на втором тире. И я думаю, что он уже поставил в очередь какую-нибудь убивальную штуку. Нет. Всего лишь три отряда термогаунтов подходят к этому Сентинеллу. Но он уже топнул. Сперед ли он убежать? Но Гарри на втором тире. И он делает свою глобальную способность. Он ставит ее так, что она почти наносит урон тиранитской армии. Что довольно странно. Ну, да. Я понимаю, почему он так сделал. Он хотел отбугнуть тиранит от своих генераторов. Но он немножко не рассчитал. И сейчас на поле боя выйдет Химера. И Дарт Моргот ничего не сможет ни сделать. Он потерял своих Равенеров? Нет. Он не потерял своих Равенеров. Просто здесь так много термогаунтов, что Равенеров просто не помещаются в списке. Равенеры не помещаются в списке. И генераторы почти уничтожены. Удивительно, что Дарт Моргот смог немного вернуть себе преимущество. Он даже делает мешки с токсинами. Правда, у него нет генераторов до сих пор. Гарри все это время перекапывал. Он понимает, что сейчас Дарт Моргот ничего не сможет сделать. Ему понадобилось 5 термогаунтов, чтобы хоть что-то сделать на первом тире. И сейчас, когда пришел второй, у него нет вариантов. Никаких. Несмотря на то, что у него сейчас больше очков победы. Это не важно. Потому что по армии он отстает. Я думаю, что... В каких-то условиях мы бы могли увидеть победу Тиранида после этого. Если это какой-нибудь очень хороший Тиранид. Например, Сум. Но Сум бы... Сум играл по-другому. Сум... Как бы выглядела игра Сума? Представьте, что вместо термогаунтов здесь равенеры. Так бы выглядела игра Сума. Но сейчас... Гарри продолжает выигрывать. И 5 отрядов термогаунтов уже не настолько полезны. Но, по крайней мере, их Дарт Моргот не потерял. Если он хочет, что это что-нибудь... Но у него есть генераторная ферма! Интересно, как долго она у него была. Я ее не видел. Она была внизу карты. Если уж я ее не заметил, то Гарри раз... Не заметил ее тем более... Для абсолютной победы Гарри не хватает чего-нибудь. Что способно добить его соперника? То есть, Химера, конечно, может нанести урон, но она... Она не заканчивает матчи. То есть, Химера не может убить всю вражескую армию. И приехать к нему на базу и убить все остальное. Ну, она может приехать на базу и побивать немножко, но... Не такого калибра. Мантикора там или Огрины. Ну, Мантикора во многом зависит от удачи. И... По такому блобу... По такому блобу сложно было бы не попасть. И еще один генератор разрушен. Это... Удивительно неоднозначная ситуация для подобного матча. Конечно, Дарт Морготт в отвратительной ситуации. Но у него все еще довольно много энергии. Он, возможно, скоро сможет перейти на второй тир. Он храсит генераторы своего соперника. У него есть полная генераторная ферма. И пять отрядов термогаунтов. И отряд равенеров. Да, я думаю, если бы... В некоторых случаях мы бы могли увидеть возвращение из подобной ситуации. Ну, я думаю, что Гарри уже просто будет делать бейнблейд. Хотя вряд ли он станет копить на бейнблейд. У него слишком сильно храсит генератор, для того, чтобы он в ближайшее время на него накопил. Вообще, Дарт Морготт, судя по всему, хороший игрок. Просто ему не повезло нарваться на двух Сентинеллов. И хорошего ЭГэшника. И, в принципе, против хорошего игрока за Имперскую Гвардию... Сложности будут у любого. И все-таки Химера смогла довольно быстро стрелять хромогаунтов. У Химеры огромный урон. Благодаря ее боковым турелям. Ее лобовая турель также неплохо бьет. И сейчас... Да, Гарри делает Огрина. Огрины... Они неоднозначны на данной ситуации. В принципе, Дарт Морготт может их до бесконечности останеть. Своим уедом. И... Залп... Василиска. Он может убить эти три отряда термогаунтов. И он это делает! Три отряда термогаунтов! Отправляются... Не знаю, к Хайвмайнду, куда отправляются термогаунты. Это было очень мясно. И если до этого момента я мог ждать какого-то чудесного возвращения, сейчас уже нет. Но Дарт Морготт неплохо играл. Действительно. Если бы он сейчас не слил термогаунтов, у него бы был шанс. Очень маленький. Только в случае, если Гарри сделал бы много ошибок, но он был. Сейчас? Нет. Нужно научиться нажимать на Х вовремя. Замечательный залп Василиска. Заканчивает игру. Конечно. Дарт Морготт еще не сдался, но я не думаю, что он сможет это сейчас сделать. Его армия пришла в более-менее нормальное состояние для второтирного тиранида, кстати. И у него довольно много ресурсов. Он бы сейчас мог, скажем, сделать ядовитых воинов. Вот если бы он не потерял термогаунтов, и он сделал ядовитых воинов, термогаунты были бы просто мясорубками. С повышенной мощностью дальнобойных атак. Это бы снова был фактически мертв. Да, Дарт Морготт сдался. Но это был довольно интересный матч. Он показал довольно неоднозначный каунтер для двух Сентинеллов. И саму очень сильную тактику. Два Сентинелла. И Дарт Морготт, он... Самое обидное в этом матче было то, что Дарт Морготт почти вернулся в этот матч. У него были шансы, но... Он не заметил залп Василиска. Это стоило ему трех отрядов термогаунтов. Он проиграл. Это был более забавный матч, чем обычно. Немного скилла, но он был забавным. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, заходите в группу в Стиме. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok